В каждом обществе есть темы, на которые говорить публично неловко. Обычно это связано с тем, откуда берутся дети, но в случае белорусских псевдобластей с тем, откуда берутся правонарушители. На прошлой неделе некие незнакомцы активно работали, сидя в интернетике. Моя знакомая увидела в фейсбуке вот такое сообщение от незнакомого человека. Я позиционер, говорит непрекаянный юзер, добавь меня в друзья. Сообщение безобидное, но кто это и зачем написал, не ясно, поэтому позиционер остался без внимания. Один раз случайность, два совпадения, три закономерность. И я знаю минимум три. Ведь в последние пару недель белорусам приходят подобные сообщения одно за другим. Некоторым предлагают поработать и получить легальные деньги. Когда так говорят, я по умолчанию напрягаюсь. Но, говорит юзер, надо сделать аудио с мероприятия, оплата хорошая, месяц аренды как-никак. Человек, который передал скриншоты от работы отказался, решил, что поищет более прозрачный и благородный способ заработка. Еще таинственные ищут желающих заработать по чатикам. Например, нарисовать граффити в Вильнюсе стоит 50 евро. В объявлении написано, что это 2-3 часа работы. Другие ищут людей, готовых снимать. Пикеты, акции и митинги. А также некоторые заведения и места. Как вы догадались, речь не про футблогеров. Надо нарушать закон, но не сильно. Это не наркотики. Объясняет таинственный предприниматель. Надо всего лишь сфотографировать парковку у здания литовских спецслужб. Я теряюсь в догадках, почему это проще. Попахивает работой на белорусские спецслужбы. Как-то так себе у ноунеймов в чатах с представлениями о безопасности. Мне непонятно, почему они говорят про наркотики, а не тюрьму. В Литве за работу агентом можно получить до 7 лет. За шпионаж до 15. Уточняет наша Нива. У меня, похоже, даже есть ответ. Наркотики это такая пугалка белорусских властей. По аналогии с тем, что вокруг враги. Если что, я не агитирую за прием запрещенных веществ. И ничего в этом духе. Просто, как мы помним, все революции, простите, беды в Беларуси от наркотиков и проституток. Помните, мы говорили, что кураторы протестов наркотики и проститутки? Идут годы, а проблема все не решается. Весь народ испортился и стал неблагонадежным. К тому же добавились уголовники. В протестной толпе уголовники, как действующая, так и будущая, еще наркотики с проститутками. Ну, а если ничего не употребляешь, значит, все нормально. Только мало нас как-то для нынешнего режима. Ни наркотиков. При этом я трижды подчеркну, что я не считаю каждого уехавшего белоруса маргиналом, наркотикой и проституткой. Нет, там хватает и наших приличных сограждан. Но других как-то сильно много. Здесь у меня вопрос как раз для вечера субботы. Интересно, а парковки предлагают фоткать с приличным или не очень? Мне вот не предлагают. А вы можете поделиться в комментариях, какие странные предложения и сообщения поступали вам в соцсетях. Пришла весна, стоит неплохая погода и некоторые готовы делать что угодно, лишь бы не работать. В частности, таинственные незнакомцы, написывающие белорусам за границей и их знакомым. Нам в руки попалась еще одна история с анонимными письмами, но уже не от предпринимателей, а от охмурителей. Она о неловком флирте и желании вытащить человека в Беларусь, а также о последующем отказе. А пупличить историю мы, к сожалению, не можем, но она должна была быть здесь. Подкаты вообще рабочая лошадка ментов. Они нужны для многих целей. Во-первых, получить информацию. Еще 20 лет назад среди активисток ходили истории о том, как КГБшники заводят с такими девушками отношения по работе. Подкаты сойдут и для того, чтобы кого-то задержать. Резонансная история с администраторкой протестных чатов Татьяной Курилиной, которую силовики выманили в Беларусь. Ей дали 4,5 года тюрьмы аж по 9 уголовным статьям. Дешевые подкаты в таких целях у меня вызывают отвращение и желание отрицать, что в исполнителях подкатов есть хоть какая-то человечность. Силовики бывают разные, но где гарантия, что где-то на другом конце не сидит мужчинка не с самой приятной наружности и строчит эти сообщения? Бывает наоборот, когда силовики используют уязвимость женщин и она становится их инструментом. Думаю, многие помнят случай, когда в 20-м году женщина поспособствовала аресту оппонента Лукашенко Сергея Тихановского. Вот фрагмент их перепалки. Наша Нева пишет, что женщина занималась проституцией и проходила по связанному с этим уголовному делу, а также ссылается на байпол и говорит, что та работала на губопик. Правда, я совсем не в курсе, что об этом думает сама женщина. Чувствовала ли она себя заложницей обстоятельств или вершительницей судеб или что-то еще? Похожим является случай активистки из Барановичей, которая работала информаторкой КГБ. Издание «Реформ» пишет, что девушка была уязвима для вербовки, так как снималась в контенте, скажем так, 18+. И в Беларуси это уголовно наказуемо. Не нашел преступления? Спровоцируй их. Можно тоже с помощью подката, как в случае с паспортами Новой Беларуси. Именно такой книжечкой размахивал два дня подряд в эфире «Пропагандист Тур». В процессе добычи паспорта кто-то, не называется кто, успел написать девушке в Литве и пофлиртовать. Официально она директор уже несколько месяцев, но что нам скучные документы? Давайте посмотрим веселые социальные сети. Любит путешествовать в море и фотографировать еду. В перерывах между этим, а также переписками с незнакомцами в ответ на комплименты, а мы нашли номер, написали. Вот эта леди якобы и занимается паспортами Новой Беларуси. Небось потом она окажется виновата, что где-то сидела в короткой юбке, из-под которой желающим прямо в руки вываливаются эти паспорта. Хотя на самом деле образца пока нет и заявки еще не принимают, что естественно становится поводом для шуток в интернете. Да и вообще ОНТ, похоже, верит в новые паспорта больше, чем диаспора, пишет твиттер. Видимо на том конце сильно хотят успеха оппозиции, ведь без внешних врагов и ГОСТВ и псевдовласти теряют смысл и силу. Отдуваться силовикам. Им в таком случае придется придумывать новых врагов или вообще устраивать революцию самим. Как скажем, это было с делом отрядов гражданской самообороны, где подстрекателями были силовики. Любопытно, что они показывали гражданам видео страйкболистов, якобы готовых к действиям. В качестве одного из радикалов выступил наш коллега, журналист Игорь Тур, пройдя ускоренный курс обучения. Ну это все, фейховый детский сад. Красочно, ярко, но совершенно бесполезно. Люди в итоге сели на годы в тюрьму. Вишенка на этом торте, в видео про страйкболистов снимается Игорь Тур. Да-да, тот самый, который машет паспортом прямо в эфире национального телевидения. Так и получается неожиданный поворот, что нарканами они называют других, а низкие методы и противозаконные действия плодят сами. Главное не проговориться, кто здесь на самом деле возможный правонарушитель. Вы знаете, там инопеда не до закона. На этом все. Пишите в комментариях, верите ли вы милиции, как относитесь к граффити и когда в последний раз к кому-то подкатывали. Не забывайте делиться этим видео с вашими родителями и близкими, что еще смотрит БТ. Ставьте лайки и пишите комментарии. А также присоединяйтесь к нам в других соцсетях, ссылки на которые вы найдете в описании. А это была Анна Лепешкевич и обзор пропаганды Чаго Брэшиш. Субтитры подогнал «Симон»!